Что еще украинская делегация обсуждала сегодня в Брюсселе? Каким будет резюме европейцев по итогам саммита Восточного партнерства? Финальную декларацию не утвердили до сих пор. Документ могут откорректировать на вечернем заседании самой влиятельной политсилы ЕС Европейской Народной Партии. Проект для Украины должен быть весьма позитивным, так заявил президент Порошенко, который с утра прилетел в столицу Бельгии. Все подробности знает Елена Абрамович. Из аэропорта сразу в Королевский дворец. Первая встреча во время этого визита у Петра Порошенко с бельгийским королем Филиппом. Пока президент обсуждал двусторонние отношения о европейских перспективах Украины, журналистам рассказывал еврокомиссар Йоганес Хан. Пожаловался, что поверка электронных деклараций в Украине идет очень медленно. Вопрос с экспортом леса Кругляка не решен. Так что в этот раз Евросоюз сфокусируется на помощи не политикам и большим организациям, а в первую очередь гражданскому обществу, стран восточного партнерства, заявил еврокомиссар. Существует проблема, что мы обычно работаем только с крупными организациями, но теперь они смогут заключить контракт с менее крупными, чтобы действительно охватить все гражданское общество. Это позволит дать людям достойную жизнь, возможность не эмигрировать, не покидать страну, а оставаться, работать для будущего развития. Брюссель придумал так называемые 20 шагов до 2020 года, которые помогут развиваться странам восточного партнерства. Впрочем, с разработкой плана особых проблем не было. А вот над формулировками по итогу саммита в Евросоюзе спорили очень долго. Признавать ли европейские устремления? Напоминать ли о референдуме в Нидерландах, которым блокировалась ассоциация Украины и ЕС? Предпоследний проект декларации, по словам президента, весьма позитивен для Украины. Проект того документа, который выносится на обговорение Европейской народной партии, это также абсолютно сильное сообщение о поддержке Украины, о засудении российской агрессии, о поддержке Украины на шляху реформ и поддержке европейских прагнений нашей страны. Я полностью задоволен с встречей с паном Дональдом. Заседать Европейская народная партия планирует до 10 вечера. А с 8 утра пятницы лидеры стран Восточного партнерства и Евросоюза начнут прибывать на саммит. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.